Здравствуйте. Моя электромясорубка после всех доработок теперь работает так. Мясо не замороженное, мягкое. Что я для этого сделал. Новая мясорубка, которую я приобрёл, мясо не резало, а мяло и приходилось пользоваться толкателем. Сделал несколько доработок деталей мясорубки, о которых рассказал в двух видео. Адреса есть в описании. Мясорубка стала работать гораздо лучше. Я внимательно и с интересом читаю комментарии к моим видео. Спасибо зрителям за добрые слова и конструктивные советы. Во многих комментариях сообщалось, что работа мясорубки существенно улучшается, если отверстия в решётки наклонные или конические, расширяющиеся к выходу. Все, кто пользовался такими решётками, пишут, что мясо просто пролетает и советуют такие решётки приобрести или сделать. Выпускались такие решётки, как пишут, например, в Свердловске в 90-е годы. Меня эта идея заинтересовала. Решётка по сути тоже является ножом, только неподвижным. И она также участвует в процессе резания мяса, как и подвижный нож. Обычно у ножа угол заострения равен примерно 45 градусов, а у решётки 90 градусов, так как отверстия цилиндрические и выполнены перпендикулярно к решётке. Процесс резания при наклонных или конических отверстиях облегчается, потому что уменьшается угол заострения режущей части решётки. Угол становится не прямым, а острым. Я решил доработать отверстия в решётке для своей мясорубки. Сделать их из цилиндрических коническими. Вот так. В этой мясорубке штатная решётка не калёная. Легко точится напильником. Я решил взять решётку калёную советскую завода КТ города Самары. Её можно обработать только твёрдосплавным инструментом. Рассверливаю отверстие в решётке 6-мм сверлом по керамике и стеклу. Рассверливаю на такую глубину, чтобы не осталось стилиндрические части отверстия. Всё готово. Все отверстия просверлил. Но из-за того, что расстояние между отверстиями были разные, то есть разные перемычки разной ширины, сверло уводило в сторону. И в некоторых местах отверстия сходились, вот, сомкнулись. Но на выходе этого нет. Здесь всё хорошо. Для обеспечения плоскости и остроты режущих кромок в отверстиях решётки притёр её на чугунной плите и вообще алмазной пастой. Конические отверстия в решётке я делал таким сверлом на сверлильном станке. Но можно было рассверлить их шуруповёртом, дрелью или на токарном станке. Сверло вставить в патрон, а решётку поджимать к сверлу суппортом. Выполнить конические отверстия можно также зенкерами, шарошками, фрезами. Все они твёрдосплавные. Наклонные отверстия в готовой решётке сделать практически невозможно. Перемычки очень узкие. Вот доработанная решётка. Теперь у этой решётки угол заострения режущей кромки равен не 90 градусов, а примерно 75 градусов. Сверло, которым обрабатывались отверстия, было с четырьмя режущими кромками. То есть фактически это был четырёхлезвийный зенкер. И решётка была калёная. Поэтому качество поверхности получилось довольно высоким. Как у любого режущего инструмента, режущая кромка решётки образована двумя поверхностями. Естественно, чем качественнее они обе обработаны, тем острее режущая кромка и легче, и качественнее идёт процесс резания. Обычно у решётки затачивает только её плоскость. Отверстия никто не обрабатывает. Конечно, их обработать сложнее, чем плоскость, но можно. Например, бормашинкой с абразивом, зенкером или разверткой. Теперь у решётки отверстия конические и обработаны с хорошим качеством. Поэтому и угол заострения режущей кромки уменьшен, и шероховатость уменьшена. Поэтому и улучшился процесс резания. Таким образом, на этой мясорубке были выполнены следующие доработки. Заточен нож. Убран облой со шнека. Притёрта плоскость решётки. И последнее, что я сделал, цилиндрические отверстия в решётке сделал коническими. Каждая из этих доработок вносит, я думаю, свой вклад в улучшение работы мясорубки. Любое изделие будет хорошо работать, будь то мясорубка или автомобиль, если все его части сделаны качественно. Я считаю, что нож должен быть заточен не хуже этого. Возвращаюсь к комментариям зрителей к моим прошлым видео про мясорубку. Некоторые зрители не обратили внимание на то, что мясорубка, которую я дорабатывал, была абсолютно новая. Естественно, у неё не было никаких износов. А мне советовали установить шайбу между шнеком и корпусом, как для сильно изношенной мясорубки, когда между ножом и решёткой появляется зазор. Эта шайба штатная. Не я её ставил. В этой новой мясорубке решётка, наоборот, выступает из корпуса. На 1,5 мм. И зазора между ножом и решёткой нет. И не скоро появится. Чтобы появился этот вредный зазор, надо, чтобы произошёл износ более 1,5 мм в сопряжении шнек-корпус. И только тогда понадобится шайба дополнительная для устранения этого зазора. Конечно, совет с шайбой правильный. Но он актуален для старых мясорубок с большим износом. Вот у меня есть старая мясорубка. У неё был осевой люфт из-за сильного износа в контакте шнека с корпусом. Решение вопроса простое и очевидное. Я поставил шайбу на ось шнека. Теперь решётка выступает из корпуса. Гайка хорошо прижимает решётку к ножу. Люфта нет. Мясорубка стала хорошо работать. Но это была старая изношенная мясорубка. Для изношенной мясорубки это самое простое и правильное решение. К вопросу о том, как и на чём затачивать решётку и нож. Я понимаю, что не у всех есть притирочная чугунная плита и алмазная паста. Но это не означает, что лучше точить на наждачной шкурке или на абразивном камне, как считают некоторые. Да, это проще, но не лучше. Не зря существуют притирочные плиты. Наждачная шкурка заваливает режущую кромку. С помощью наждачной шкурки может довести поверхность до зеркального блеска, но плоскость это не даёт. К наждачным камням вообще не предъявляются требования по их плоскостности, кроме дорогих водных брусков по японскому стандарту. По мере работы на обычных абразивных камнях они изнашиваются, то есть осыпаются, выкрашиваются неравномерно на глубину до нескольких миллиметров и их ровняют в основном друг по другу. Некоторые зрители моего канала советовали притирать абразивом на стекле или керамической плитке. Как компромисс можно, но надо иметь в виду следующий. Материал притира должен быть мягче, чем притираемая деталь, чтобы шаржировалась не деталь, а притир. То есть, чтобы абразивные зёрна вдавливались в поверхность притира. Поэтому притирочный плит идёт из чугуна или меди. Стекло и керамико твёрже, чем сталь. Поэтому протирать на них не стоит. Иначе нож и решётка могут шаржироваться абразивом, и при вращении начнётся их интенсивный обоюдный износ. Конечно, если решётка и нож износились и затупились очень сильно, то затачивание любым способом пойдёт им на пользу. Затачивайте хоть уши и ем, как уже советовали. Теперь я доволен работой мясорубки и фаршем. Для доработки мясорубки я использовал в том числе и идею конусных отверстий в решётке, которые поделились со мной мои зрители. Надеюсь, что и вам пригодится мой опыт, которым я стараюсь делиться в своих видео. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.